МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Я вот давно уже так подумаю заняться любовью с такой прекрасной актрисой Джоли. Ну и что теперь мне? Что, бросать детей, жену, паковать чемоданы и лететь в Америку? Два старых товарища, Андрей Брунов и Анатолий Юришкин, признались друг другу во время пьянки, что устали от своих жен, но испытывают симпатию к женам друг друга. Наутро Андрей отнесся к разговору, как к пьяной шутке. Анатолий же пошел к своей мечте. Но надо ли бороться за свою мечту? Или не все мечты должны сбываться? Давайте про кольцо про это объясните. Про кольцо вообще. Я это кольцо один раз в жизни видела, Ваша честь. И то в руках Ребальченко Саша, его командира. Потом он бросил куда-то, швырнул это кольцо. И вообще это кольцо всю жизнь мою просто испортило. В 18 лет Ольга вышла замуж за лейтенанта МЧС Виктора. Поселились они в служебном жилье по соседству с командиром мужа и его женой Наташей. Оля стремилась стать настоящей женой военного, такой, как Наташа. Но это было непросто. Ведь муж требовал, чтобы у жены не было от него никаких тайн, даже самых маленьких. Прошло 4 года, и тайна появилась. Слушается дело по иску Бруновой Марии Михайловны к Брунову Андрею Петровичу о расторжении брака. Ответчик Андрей Петрович Брунов с исковыми требованиями не согласен. Зарегистрированы вы в браке уже 11 лет, общих детей нет, и спора в совместно нажитом имуществе между вами также не имеется. Мария Михайловна, ответьте суду, почему вы решили разойтись с мужем? Вы понимаете, я по образованию искусствовед. Но последние 5 лет я вынуждена сидеть дома, так как на этом настоял мой муж. Андрей руководитель строительной фирмы. И у нас нет общих тем для разговоров. Все, что меня интересуют, британские сериалы, книги. Но все это проходит мимо Андрея. Также он считает странных моих друзей странными. Но зато ему не странно каждые выходные таскать меня на рыбалку, где тоска смертная. Ну и к тому же, если говорить на чистоту до конца, то Андрей не устраивает и никогда не устраивал меня в сексуальном плане. И все вы 11 лет вот так вот не устраивались с ним? Ну, понимаете, дело в том, что когда я выходила замуж, я была наивной 19-летней девушкой. Мне не с чем было сравнивать. И до сегодняшнего момента у меня не было других мужчин. И за 11 лет так и не сравнили? Нет, так и не сравнили. Ну, знаете, последние годы до меня доходят слухи, что Андрей мне изменяет. Но я абсолютно спокойно отношусь к изменам моего мужа, так как получается, что я его не люблю. То очень хорошо. Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вы против расторжения брака, насколько я понимаю? Да, Ваша честь, я против. Я, на самом деле, люблю свою жену. Ни в чем я никогда не отказывал. Купил машину, если нужна шуба, если куда-то за границей у нее... Я работаю на одни ее нужды. Ни в чем никогда не отказывал. И еще, Ваша честь, нашел медицинскую справку беременную. То есть ее разговор сейчас, на самом деле, не надо относиться к ней серьезно. Справочка вот она при мне. А что это, простите, за справка? Она беременна. А, Мария Михайловна, так что же вы скрываете от суда, что вы сейчас находитесь... Да, я беременна. Но это ничего не решает. Я все равно решила с тобой развестись и разведусь. И пусть о наших взаимных с тобой переживаниях расскажет мой свидетель, Анатолий Юришкин. Будьте добры, пожалуйста, пригласить его. Юришкин Анатолий Семенович действительно уже явился в суд. Приглашайте, пожалуйста, его в зал. Вы свидетель Юришкин? Да. Пойдемте. Что теперь не устраивает? Проходите. Здравствуйте, Анатолий Семенович. Анатолий Семенович, скажите, пожалуйста, вот вы знаете эту семью? Знаете истца, да? Да, Ваша честь, знаю. Скажите, вы знаете что-то о том, как вот их брак 11 лет развивался? Знаете, Ваша честь, я считаю, что брак Андрея и Маши давно себя изжил. Они просто мучают друг друга. А почему вы так считаете? Ну, ты что, друг считаешь? Ты пришел что, помочь развестись нам? Какой ты друг после этого, а? Зачем ты это делаешь-то? Я хочу помочь тебе. Помощник. Я помочь тебе хочу. Ну, ваш друг хочет сохранить семью, а вы пришли помогать. Говорите, нет, они вот давно себя изжили. Что это такое? Знаете, Ваша честь, я хочу вкратце рассказать. Они мучают просто друг друга. Они живут в браке и мучают. И они несчастливы абсолютно. Я вам скажу почему. Андрей в силу своего характера, он большой собственник. Он поэтому свою жену не отпускает. Если бы любил, он бы ее отпустил, соответственно. Но сама Маша мучается, она несчастна, и Андрей от этого страдает. А если бы не страдал, ты бы не заглядывался на чужих жен, не тащил бы в постель других женщин. Знаете, Ваша честь, он, наверное, Какой вы хороший друг. Он уже вам наплел, наверное, какой он прекрасный семенин. Нет, он еще не успел это наплести, но уже и не успеет, вы уже помогли. Вы хороший друг. Я хороший друг. Продолжайте. Я вам говорю, что он изменяет. Еще знаете, как изменяет? Он до того докатился, что стал спать с моей женой, Татьяной. Это поэтому вы решили прийти и все рассказать? И разумеется, у нас из-за этого созрел сильный конфликт. Мы даже подрались друг с другом. Но потом, конечно, помирились. Действительно, все общее у друзей должно быть. Когда я смотрю на них, у меня сердце кровью обливается. Я просто не могу видеть, как они мучаются друг с другом. Разведите их, пожалуйста. Хорошо. Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вы подтверждаете или опровергаете слова свидетеля? Действительно ли у вас была внебрачная связь с его супругой? Признаюсь, Ваша честь, было всего лишь только один раз. А это обычно всегда бывает, не больше. Вечером он нас как-то поймал, но ничего такого особого нет. И мы с ним разговаривали, он меня простил, зла не держит. Выпили с ним. Вообще мимолетное. Андрюх, а тебе память освежить? Тебе напомнить, как мы с тобой в баре выпивали? Что ты мне тогда рассказывал? Ваша честь. Что он вам рассказывал в баре, когда выпивал? Он мне рассказывал, как Маша ему надоела, как осатанела ему это искусство. Как не устраивает она его и в жизни, и в сексуальном плане. И просто он даже, он говорил даже, что хочет задушить ее. Ну, в конце концов. Но не лучше было бы сделать так, чтобы развести их уже, наконец? Ты что, охренел? Друг пришел? Ты что творишься? Я помочь тебе пришел. Какой ты помочь-то? Если ты зло держишь, что я твоей женой был один раз, так и скажи. Надо было сразу тебе сказать. Я бы то понял бы сразу. Мы с тобой бы не общались, просто бы напросто, и все. Это не моя месть. Я просто пришел. Да ты мстишь, друг, чтобы помочь тебе. А вот разобраться в самом твоем тебе. Так не думаешь. Твоя жена так не думаешь. Ваша честь. Их семью не поймешь. Жена говорит, хорошо. Он говорит, нехорошо. Интересно, да. Ваша честь. Прошу пригласить свидетельников. Вот жену-то мою, зачем ты приподруга? Вы хотите пригласить вашу подругу? Подругу жены. Подругу жены, вашу подругу и жену вашего друга. Хорошо. Андрюк, ну что ты делаешь-то вообще? Она сейчас скажет правду. Она не хочет, чтобы мы разводили жену. Скажите, пожалуйста, явилась Татьяна Витальевна Юришкина. Вы ее хотите сейчас выслушать? Хорошо. Юришкину в зал приглашаем. Что она скажет? Она вообще не может... Свидетель Юришкина? Да. Да, пройдемте. Надо же приплюгнуть. Проходите. Здравствуйте, Татьяна Витальевна. Значит, здесь вот семья ваших друзей, у них расторгается сейчас брак. Скажите, как вы считаете, эта семья еще может существовать? Или между ними действительно нет ничего общего, как вот ваш супруг указывает? Ваша честь, я за сохранение их семьи, потому что я знаю, что Андрей очень хороший семьянин. Ну, а Маша просто дура. Ну, мы тоже уже знаем. Да, конечно, я дура, понимаете? Мы тоже уже знаем, я просто вас сразу ввожу в курс дела, что мы тоже уже знаем, насколько он хороший семьянин. И о том, что у вас была связь с ним, об этом стало уже суду известно. Так что уж портрет нам семьянина можете не рисовать. Мы его уже имеем. Маша об него ноги вытирала буквально. Да, он общался много со мной, потому что он не находил понимания дома. А что вы вытирали об него? То, что... Я его... Я понимала, оказывала ему поддержку, которую могла. Понимаете, мы не заметили, Какую смогла, такую поддержку и оказала. Ну, это была минутная слабость, понимаете, ваша честь. Через неделю буквально, мы не провстречались и недели, он понял, что любит очень Машу, и я приняла его позицию, и я очень уважаю его за это. И к мужу вернулись. Я хотела ему помогать и поддерживать. За что ты его там поддерживала? Знаете, если будешь до конца честной, у Маши тоже есть мужчина на стороне. У Маши есть мужчина на стороне. Женатый и с детьми. Таня, хватит ли... Так, об этом-то вам откуда известно? Тоже мне советчица нашла. А нам, Толя, давно уже пора рассказать всю правду. Ваша честь, дело в том, что у нас с Толей серьезные отношения, уже три месяца. А какие отношения? Толя, ты давно встречаешься с моей подругой? Очень давно, три месяца уже встречаешься с ней. Извините. Маша, ты как могла за моей спиной, ты моя подруга, я же тебе верила. А ты как могла с моим мужем спать? Просто верх циничности. Значит, ну, вы то же самое сделали, и вы говорите, ничего. Понимаете, у нас была минутная слабость. Ну, у нее трехминутная слабость. Подождите чуть-чуть, три месяца, сейчас запьемся. Я хотела разбить ее семью. Да, я люблю Толю, я не буду это скрывать. Только со мной он может быть счастлив. Толя, что ты молчишь? Давай расскажем всю правду. Какой счастье у него двое детей, Маша. Да, Маш, ты права. Я считаю, хватит жить по наитию. Я считаю, что лучше идти... Хватит жить как попало, будем жить как придется. Детей куда? Лучше идти к своей мечте, и... Толя, ты что говоришь? Лучше идти к своей мечте и любить ту, которую действительно любишь, а не ту, с которой живешь по привычке. Таня, я хочу тебе признаться, мы подадим на развод. Я люблю Машу и хочу остаться с ней. Я очень люблю ее, я к ней приникся. Да ты что, охренел на самом-то деле? Андрей, Андрей. Ты что, еще увижу, Женобель? Я вообще убью. Что ты мне делаешь? Еще раз, когда подойдешь к ней, я тебе все ноги оторву, понял? Это я тебе оторву, ты понял? У нас ребенок, не мешай нам. Андрей, отпусти меня, это не твой ребенок. Мы любим друг друга. Да, Маша? Сделаешь аборт, и будем жить как раньше. А, конечно. Значит, получается, ты со мной предохранялась, а с ним по полной. Ну так зачем ты это делаешь? Ваша честь, хочу пригласить еще одного свидетеля, который за сохранение моей семьи Леонида Сушина. Хорошо, давайте выслушаем Сушина. Вы Леонид Сушин? Да. Пройдемте. Я человек в разу, так. Ну давай. Пробуем. Проходите. Здравствуйте, Леонид Васильевич. Здравствуйте. Мы тут сейчас только подробности узнали, и мне даже страшно предположить, какую еще вы подробность о личных отношениях этих людей можете сообщить суду. Ну, Ваша честь, что я могу сказать? Друзей своих я знаю уже давно. Семьи у них хорошие, уже сложившиеся. Это мы уже тоже знаем. Поэтому я не хочу и говорю категорически, чтобы их не разводили. Никого ни с кем? Да, никого ни с кем. Ну, друзья мои, прошу прощения, но я должен признаться, рассказать все. Надеюсь, после этого Мария все поймет и не станет разводиться. Паштись, ну, все было, все началось четыре месяца назад. Мы как-то на дачке, втроем, чисто такой, мужской компанией. Ну, сидели, отдыхали, там, выпивали. Вот. И как-то вот решили сыграть в игру. Называется «Правда или желание». Как это называется? «Правда или желание». «Правда или желание». Суть игры заключалась в том, что один игрок крутит бутылочку пустую и когда вот она остановится, горлышко на кого показывает, должен был сказать правду. Ну, то, что сокровенно, то, что лежит у него на душе. Либо должен был выполнить желание. Ну, и вот мы крутанули пустую бутылочку из-под коньячка и остановившись, она показала на Толю. Тогда-то Толя и признался, что любит Машу. Вот. И следующий оборот бутылочки показал на Андрея и он тоже признался и сказал, что Машу он не любит. Что она ему надоела, что брак их был. Ваша честь, я пьяный был на самом деле в тот вечер. То, что утром было уже все. Подождите, вы просто не хотели выполнять желание. Очень редко, когда люди говорят правду, поэтому игра очень интересная. Продолжайте. Так, значит, он признается. Еще что? Да, и что брак их был ошибкой, что он не хочет к ней отношений. А вот наоборот жена Толи ему таки очень даже как бы нравится и он бы с ней начал бы к ней подкатывать. Ну, это если, конечно, Толя не против. А вот как, Андрей, значит, ты меня сам Толи предложил. Подожди, девочка, девочка, подождите, подождите. Подождите, еще бутылочка следующий. Крутите опять бутылочку. Вот. Андрей сказал, что, в принципе, если Толя не против, то он может подкатывать к Маше, ну, там, встречаться, там, что и как. Потому что он не против, ну, она ему уже надоела. То есть, делай, что хочешь. Так. Это был всего лишь пьяный бред. Ну, не стоит из-за этого... Не бред, видишь? Это был пьяный бред. Не стоит из-за этого раздувать корову. Ваша честь, это я был, это была пьяная шутка. Реально, ничего такого. Я на следующее утро уже все забыл, что было. А смотрю, Анатолий-то и правда начал к моей жене подкатывать. Андрю, ну, возможно, это для вас была шутка или хохма. Я все воспринял серьезно. И тогда я тебе признался, да, что я люблю Машу, но я и себе признался, в первую очередь. И мы собираемся останавливаться на достигнутом. Оставь ты нас покой, уже в конце-то концов. Да, хватит уже. Мучить нас. Друзья, у меня предложение. Давайте, мы с Толей разведемся. Толя переедет к Маше, Андрей переедет ко мне. Дети, с детьми решим вопрос там уже по договоренности. Танька, я думаю, что можно хорошо жить. Блин, молодчина. Ты классно вообще придумала. Вот, тем более, мы же близкие люди друг к другу. Почему нет? Блин, Что вы за бред такое говорите? Вообще, без меня нормально все решили. У вас теперь двое детей. Прекрасно. Я не буду своей трешки уезжать в какую-то вашу ладошку хрущевую. Хорошо, Андрей. Ну, мы договоримся. И дети у вас, мне не нужно никто. Андрей, зачем? Послушай, мы договориться, мы же можем в конце-то концов. Ну, мне нравится тебе такой расклад. Пожалуйста, ты можешь взять себе Таньку, я возьму Машку. Ну, дети могут, разумеется, остаться с нами. Нет, я считаю, дети должны жить с матерью. Все-таки одна семья. Я никогда с детьми не жила, а я не знаю, как с ними общаться. И тем более, зачем вы будете жить в нашей просторной квартире, а мы в Хрущевке с четырьмя детьми иютиться? Нет, я так не согласна. Ну, хорошо. Он предлагает, что вы переедете в эту трешку, но к трешке полагается двое детей, а они переедут в Хрущевку, но тогда двое детей ее будут жить с вами. Что-то одно, либо хорошая квартира, либо комплект детей. Да, я могу переехать к Андрею, беру детей и будем так жить. И, кстати, можем двойную свадьбу сыграть. О, отлично. Знаете, можно у меня и знакомый в ресторане, он 30% скидку сделает. В Голландию давай. Ну, это на свадебное путешествие можно. Все, хватит здесь правила. Слушайте, а билеты в свадебное путешествие вы выберите как грушу, а у вас групповой тариф. Я не хочу разводиться с женой. Ты девка видная, но не люблю тебя, я жену люблю, хочу жить, как раньше жили. Почему? Трудно понять же, почему? Что тебе не хватало в нашей жизни? Я хочу остаться с Толей. Я не люблю тебя. Мы любим друг друга, ничего ты предстал так нам. Я не хочу, ваше честь, терять семью. А вот у меня такой вопрос, Леонид Васильевич, скажите, пожалуйста, а до вас бутылочка докрутилась или вы были уже настолько пьяные, что до вас не дошло? У вас-то что было? Желание или правда? Нет, конечно, бутылочка попала. Это просто любопытство. Да не вопрос. Конечно, бутылочка, само собой, и показала на меня, ну, я промолчал, я выполнил желание. Какое желание выполнили? Ой, даже вы... Десять раз кукарекал в окно. Всего-то? Ну, я решил промолчать. Понятно. Вот, потому что в нашем-то возрасте всю эту пьяную дурь я просто считаю вообще не приемлемо. вы же сам женатый? Да, женат. То есть все нормально. Лучше покукарекать в окно и остаться женатым, чем вот так вот потом с квартирой. мечты, мечты, желания – это одно, а жизнь и реальность – это другое. Вот, вот хотите знать мою мечту? Ну, пожалуйста. Я вот давно уже, когда так подумаю, заняться любовью с такой прекрасной актрисой Анжелиной Джоли. Ну, да, бывает, приходят иногда такие мысли. Ну, и что теперь мне? Что, бросать детей, жену, паковать чемоданы и лететь в Америку, чтобы добиваться благоскоростности? Хансы у вас высокие. Ну, что ж, вот. И поэтому скрытые желания, мечты, они и хороши тем, что они скрытые, поэтому, ну, не стоит их озвучивать, тем более уж воплощать в реальность. Поэтому, дорогие мои друзья, я советую вам не разводиться, оставаться в своих семьях, потому что вы уже давно живете, все у вас прекрасно и хорошо. Слушай, дело не пойдет. И пусть будет так, как оно есть, пусть все останется на своих местах. Нет, я же хорошо предложила, ну, надо просто подумать, собраться за общим столом, как раньше. Мы же можем по-прежнему ходить друг к другу в гости. Давайте так в своем уголе в прошлом году. У тебя же туристическое агентство удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Слетаем все вместе. Далее в программе. Давайте про кольцо про это объясните. Про кольцо вообще, я это кольцо один раз в жизни видела, ваша честь. И то в руках рыбаченко Саша, его командира. Потом он бросил куда-то, швырнул это кольцо. И вообще, это кольцо всю жизнь ему ее просто испортило. В 18 лет Ольга вышла замуж за лейтенанта МЧС Виктора. Поселились они в служебном жилье по соседству с командиром мужа и его женой Наташей. Оля стремилась стать настоящей женой военного, такой, как Наташа. Но это было непросто. Ведь муж требовал, чтобы у жены не было от него никаких тайн, даже самых маленьких. Прошло 4 года и тайна появилась. Я же все равно приходил ко мне и жаловался на ее. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Иск о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Суд разъясняет, что расторжение брака по инициативе женщины возможно и во время беременности и в течение года после рождения ребенка. Ограничение на расторжение брака в данный период распространяется только на инициативу мужчины. А так как вы, Мария Михайловна, согласны на расторжение брака и уже сказали, что вы беременны от другого человека, то, естественно, по этой причине брак должен быть расторгнут немедленно, ребенок уже будет рождаться в новой вашей семье. Решение вам понятно. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова Редактор 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 субтитров А.Егорова Вам кто-то открыл глаза. Спасибо добрым людям. Нет, ну вот посмотрите, есть недоброжелатели, есть ошибка, есть какие-то сомнения. Трактуйте эти сомнения, все-таки в пользу супруги поговорить. Я вас понял, Ваша честь, просто ситуация такова была, что по словам моей супруги, мне сделали подарок, то есть о котором я не знал кольцо, а когда она попросила припрятать супругу моего командира, то есть у соседей моих, и командир просто эту коробочку открыл, там оказалось кольцо явно не мужское, кольцо с бриллиантом женское. И поэтому началось разбирательство, естественно, командир спросил свою супругу, это твоё кольцо? Она говорит, нет, меня попросила Оля спрятать, типа для меня сюрприз сделала. А потом, когда командир ко мне пришёл и начал её спрашивать, там по её реакции я понял, что тут что-то не так. Я, естественно, командира догнал своего, говорю, что происходит, то есть когда он начал уходить, потому что... Как зовут Вашего командира? Александра Рыбальченко. Он у меня человек прямой, резкий, поэтому не буду описывать слова, которые он произнёс, но он кольцо сшвырнул ей в ноги и направился к выходу, то есть, естественно, обозвав её. Я спросил у него, то есть что происходит, он рассказал мне эту ситуацию, что случайно полез за обою и нашёл в коробке жены это кольцо. Я говорю, пригласи, пожалуйста, Наташу, чтобы мы как-то в этом разобрались. Наташа... Наташа это жена Рыбальченко. Наташа жена, да. Она пришла к нам, подтвердила, что Оля приходила, попросила просто спрятать кольцо, то есть Наташа попыталась её немного выгородить, потому что и придумала историю про подарок. На самом деле просто попросила спрятать кольцо от меня подальше, чтобы я не увидел. Скажите, пожалуйста, вот вы верите своему руководителю, вы верите его супруге, но своей супруге вы не верите, вы не случаете объяснений. Ваша честь, там ведь дело не только в том, что я верю своему командиру и его супруге, это несмотря даже на то, что я этих людей знаю 6 лет, 6, они просто идеальная семья, на них надо равняться. Но дело даже не в этом, просто я сам человек спыльчивый, и когда эта ситуация произошла, я сказал Оле, чтобы она собрала вещи и уходила, потому что мне нужно было побыть одному, я пошёл просто в бар, чтобы это дело переждать. И когда вернулся утром, её уже не было, но на следующий же день ко мне заявился любовничек её, который представился Акимовым, начал меня допрашивать. Успокойся, сейчас я говорю. Он начал меня допрашивать, говорил, где Оля, она мне обещала кольцо. Ну, я не выдержал, немного ему накостылял, он начал угрожать, что он напишет на меня заявление о краже кольца, который стоит кольцо, это миллион семьсот или что-то типа того. И начал требовать, сказал, что ему Оля позвонила и сказала, что забери кольцо, Саша бросил где-то в комнате, его можно найти там. Хотя, когда он мне это сказал, мы с Наташей тем же вечером всё обыскали, ни кольца мы так и не нашли. Наташа, это жена... Наташа супруга моего соседа Александра. Вашего соседа Александра. Он же ваш сосед, он же ваш командир. Всё верно. Хорошо, а человека, который пришёл требовать назад кольцо, зовут Акимов. Так он представился, ему что не назвал. Хорошо, Ольга Петровна, вы мужу объясняли как-то эту всю ситуацию? Ну, суду объясните. Я с мужем разводиться ни в коем случае не хочу. Я его очень люблю, и он мне просто не очень доверяет по каждой мелочи, как опаздываю из института или ещё что-то. Он постоянно допрашивает меня, ревнует. Ну, всё это простительно. У нас как-никак семья. Я вышла замуж очень в раннем возрасте, в раннем возрасте, и очень люблю его. Ну, Женыш. Давайте про кольцо про это объясните. Про кольцо вообще, я это кольцо один раз в жизни видела, Ваша честь. И то в руках Рыбальченко Саша, его командира. Потом он бросил куда-то, швырнул это кольцо, и вообще это кольцо всю жизнь моё просто испортило. Но я к этому кольцу отношения никакое, ну, не имею никакого отношения к нему. Отлично. Ваша честь, можно её не слушать, она... Я не могу понять, вот кто такой Акимов? Вы что, не слышали, что сейчас сказал ваш супруг? Вы можете дать мне чёткие объяснения, кто такой Акимов, откуда это кольцо, как оно попало к руководителю вашего мужа? Акимова я вообще один раз в жизни видела, и то в комнате у Наташи. То есть вы знакомы? Я с ним особо не знакома. Я его видела однажды в комнате у Наташи. Я в этот день спешила домой из института, купила пирог, думаю, зайду к Наташе, подружески попью чайку с ней. Наташа, это жена Рыбальченко. Да, жена Саши Рыбальченко. Да, судя, конечно. Наших соседей, да. Я зашла к ним попить чайку, и тут смотрю, на разобранной кровати Наташа лежит с каким-то мужчиной непонятным. Но это оказалось, это тот самый Акимов на кровати с ней. То есть Акимов это любовник Натальи, как я поняла. Да. Мне стало очень стыдно, я сразу же выбежала. Из комнаты, естественно, как вообще это может происходить? Они столько лет вместе, у них любовь, семья. Я, конечно, молодая, может, чего-то недопонимаю, но в итоге Наташа выбежала за мной. Давай в слезах у меня просить умолять, чтобы я никому этого не рассказывала. Потому что она как бы оступилась в жизни. Она, ну, это все, в общем, случайно у нее произошло. Но вы это не стали никому рассказывать. Я, да, решила сохранить это в тайне, потому что, ну, Наташа достаточно хорошая женщина, и я понимаю, что она больше с ним, наверное, не виделась. И что если бы изменяла, то в каких-то других местах. Ну, это не моя тайна, понимаете? Я не хотела никому об этом говорить. В итоге Витя вообще ничему не верит из моих слов. Так, ваш супруг утверждает, что вот этот господин Акимов пришел почему-то к вашему супругу и сказал ему, что вы его любовница, требовала у него кольцо. Да, все так и было. Когда Витя меня выставил из дома, я пошла ночевать к Вере, нашей соседке. Я у нее ночевала, в итоге на следующий день приходит этот Акимов и говорит, «Дорогая, верни мне кольцо. Воровка». Я этого кольца, ну, опять же, я в руках его не держала. Я говорю, у меня нет кольца. Он говорит, ну, не отдашь мне кольцо, тогда пойду к твоему муженьку и скажу, что ты моя любовница. То есть он мне просто угрожал. Ну, а вы к тому времени знали, где это кольцо находится? А? Что оно у Рыбальченко? Где оно было? Нет, я понятия не имела об этом кольце, это к тому времени. Я говорю, у меня нет кольца, я не понимаю, о чем речь. И все как бы. Я действительно не понимаю, куда делось кольцо. По словам, опять же, как я говорил Акимова этого, кольцо у Оли, как я понял, из его слов. Она сказала, что она его, то ли она его не подняла, то ли куда-то переложила, оно где-то в комнате. Но мы ничего не нашли. Где оно может быть, я не знаю. А вы говорите, что Рыбальченко вам какое-то кольцо принес? Да, он пришел с этим кольцом, то есть, про которое идет речь. Он пришел с этим кольцом, куда он потом его делал? Он бросил его под ноги Оли, когда обозвал ее. Я тогда выбежала из комнаты, я не знаю, куда дальше делать это кольцо. Ваша честь, если моих слов недостаточно, я прошу вызвать свидетеля, нашу соседку Наталью Рыбальченко. Она расскажет, что из себя моя супруга представляет на самом деле. Давайте пригласим Рыбальченко, может быть, она нам поможет разобраться, что произошло с этим кольцом. А, свидетеля Рыбальченко, мы родимся. И тебе за 4 года вообще хоть дало повод какой-то, кроме опоздания. Что с подруженцами, со своими костями. Вы Наталья Витальевна Рыбальченко. Наталья Витальевна, насколько я понимаю, вы являетесь супругой Александра Рыбальченко, который является ИСЦУ и руководителем по службе, и еще и вы соседи живете рядом. Да, мы дружим. Хорошо. Скажите, пожалуйста, поясните суду, что за история произошла с какой-то мнимой изменой, с каким-то кольцом дорогим? Я не ожидала, что Ольга вообще поступит вот таким вот образом. Никто не ожидал. Никто не ожидал. Мало того, изменит. Я поступила. Да. Так она еще и меня клеветала, Ваша честь. То есть, ну, тут вся история, в принципе, понятна. Богатенький папик появился. После этого всего скандала, видно, решил бросить, забрать себе подарки, и ты теперь решил вернуться к мужу. И просто хочешь оклеветать меня и все, чтобы я стала виновата в этой истории. Тут все понятно. Скажите, пожалуйста, а ваш муж кем работает? Мой муж, он майор, командир, начальник Виктора в МЧС. В МЧС, да? И вы вместе где-то в каком-то там на служебной площади где-то живете? Ну да, у нас как... Да, у нас дом для офицеров. То есть вы хорошо друг друга знаете. Наталья Витальевна, скажите, а откуда у вас доказательства того, что был факт супружеской измены? Откуда вам известно, что Ольга Петровна действительно изменяла супругу? Вы знаете, буквально месяц назад Ольга пришла ко мне с такой маленькой коробочкой и говорит, пожалуйста, помоги, вот спрячь, я хочу мужу сделать подарок. Ну, я, конечно, согласилась. Это ж тебе не стыдно вообще такое говорить? Я хочу рассказать, как есть. Оль, хватит врать. Ну, хватит уже. Ну, вот. Я вру. Помолчи, пожалуйста. Я взяла вот эту коробочку, спрятала в коробку из-под обуви и буквально через несколько дней вернулся мой супруг из командировки. Он находит у вас дорогое кольцо, спрашивает, откуда кольцо? Ну, он полез в коробку из-под обуви, он же не знал об этом, что там вообще кольцо. Я об этом не знала. И когда он открыл коробку, достал эту маленькую коробочку, открыл, и там оказалось кольцо, причем с бриллиантом, такой довольно крупный камень. То есть, да, ну, Ольга, она не могла себе такого позволить. Ваша честь, я прошу вызвать свидетеля Тумайкину Веру. Она объяснит, почему Акимов, когда он меня обвинил, и что он меня обвинил в том, что я украла кольцо, и что этого всего на самом деле, как бы, ну, я не виновата. Можно пригласить моего свидетельца? То есть, вот эта свидетельница знает, почему Акимов сказал всем, что якобы вы его любовница. Она слышала весь разговор, и она сейчас все вам дохочево объяснит. Хорошо. Хорошо, вы заявляли, ваша соседка Тумайкина, Вера Михайловна, и ходатайство удовлетворяется, Тумайкина приглашается в зал. Спасибо. Оль, хватит врать уже, а? Я даже вот эту сплетницу позвала. Вы свидетель Тумайкина? Да. Пойдемте со мной. Я с тобой рядом, я с тобой рядом, я не ждала, что ты так будешь на меня. Так, свидетель у нас явился. Вера Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вера Михайловна, вы, как я понимаю, соседка, ответчика ИСА. Давно ли вы проживаете по соседству? Да, ваша честь, мы проживаем три года, вот три года я знаю эту семью, потому что я там раньше живу. Мы живем в одном доме и вот общаемся по-соседски, да, с Олей. И сразу скажу, что Оля ни в чем не виновата, мужу она не изменяла. Понимаете, мама у нее умерла год назад. Я старшая, понятное дело, и я к ней по-доброму отношусь. И, кроме того, Витя, он с ней очень строго разговаривает, он придирается по разным мелочам, постоянно ее дергает, и она вот, ну, ей вот кому-то поплакаться надо, да, и с кем-то посоветоваться. Вот. И Ольга вам рассказала, что? Единственная подруга была, это вот Наталья, которая сейчас вот ее вот так предала. А что вам Ольга рассказала? Месяц назад Ольга мне сказала, по секрету, конечно, никому не говоря, кроме меня, о том, что она застукала Наташу с каким-то мужиком в ее комнате в разобранной кровати. Очень переживала, как об этом говорить, не говорить, Саше, что будет и так далее. Ты сейчас серьезно? Да. Да ты главная сплетница. Тебе верить вообще нельзя. Все знают весь дом, все абсолютно, твои слова просто ничего не знают. А что она еще вам рассказывала? И вот, вы знаете, я после этого решила за Наташей немножко понаблюдать. И что я вижу? Я вижу, как Наташа в иномарке целуется с каким-то мужиком. Еще и целовалась я так? Да, 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 да. А что ты еще видела? Потом, спустя какое-то время... В тонировке. А можно я продолжу? Потом, спустя какое-то время, поскольку Наташа после скандала... Оля после скандала жила у меня, этот самый тип вдруг ко мне заявляется. Какой это тип? Вот с которым Наташа тогда целовалась. Она целовалась в машине. Да, именно. Я его очень хорошо разглядела. Прям брет на гор. Так вот, он разговаривает с Олей, но это происходит в моей квартире. Поэтому я слышу весь разговор. И слышу я что? Он требует отдать Оле, чтобы она ему отдала кольцо. А если она не отдаст, то тогда он пойдет и скажет ее мужу и всем остальным, кого встретят, что она была его любовницей. Вот так. Я даже об этом поговорила с ее мужем. И я даже думаю, что кольцо на самом деле у Натальи находится. Почему? Потому что, я поясню, вот в тот день, когда был вот этот вот скандал, там шум гам-тарарам, да, в квартире... Это тогда, когда было кольцо брошено якобы на пол. Вот. Вот именно после того, как скандал закончился, Наташа ходила под окнами под нашими, что-то высматривала в газоне, рылась там пальцами и что-то там явно искала. И я думаю, что она во время скандала под шумочек бросила его в окошко, потом подобрала и сейчас сидит себе с этим кольцом. Нашлась мне тоже заступница. Тебя оба мужика бросили из-за дела. Ваша честь, у меня есть свидетель, командир, который сейчас уже прибыл к нам. Он может рассказать также свою историю независимую и объяснить, почему мой брак с ответчицей пора заканчивать. Понятно. Это вот как раз Александр Степанович Рыбальченко. Все верно. Вы его супруга, да? Хорошо. Приглашайте, пожалуйста, Рыбальченко. Свидетель Рыбальченко, пойдемте. Она не прибралась, я пришла. Вы в своей семье разбирайтесь, что вы творите? Здравствуйте, Александр Степанович Рыбальченко, да? Извините за опоздание. Александр Степанович, вы пришли наверняка засвидетельствовать факт супружеской измены. Виктор, извини меня, старина. Оль, и ты, если можешь. Я провел собственное расследование и докопал. Ты чего, перед ней изменишься? Да, 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 да. Погоди, Витя. Я сейчас все расскажу. Молчи вообще. В том, что Ольга изменила своему супругу, Виктору, моему подчиненному. В этом Наталья меня убедила, моя жена. Сказала, что то кольцо, которое я нашел, это Ольгина. Ей ее любовник подарил. Представляешь? Я, конечно, поверил. Это было очень убедительно. Телефон мне в лицо совало. Посмотри, смс-ки, разговоры, никаких левых, ничего не было. Я, конечно, поверил. Тут Вера Тумайкина говорит мне, так и так твою Наталью видела, как она на газоне под балконом там что-то искала. Я пошел, посмотрел. Думаю, что там такое? Ничего нет. Ладно. Вчера вечером иду. И что вы думаете я нахожу? Это телефон. Это мой старый телефон. Ты его искала? Ваша честь, здесь на симке, она в памяти, переписка с ее любовником. С ее любовником? С ее любовником. А почему на вашем телефоне переписка ваша с ее любовником? Я сейчас поясню. Текст был следующий. Подожди, подожди, Саш, это не твой старый телефон. Это мой старый телефон. Симка-то живая. Текст. Дорогой мой, перстень я получила. Спасибочки. Он ей отвечает. Дорогая, жду с тобой встречи. То есть под окном вы обнаружили телефон вашей жены, который раньше был ваш, в котором вы увидели всю переписку. Да, Ваша честь. Ваша жена переписывалась с ее любовником, как я понимаю, и про Кольцова в этой переписке тоже есть информация. Еще дальше есть информация. Я позвонил этому джигиту, товарищу Акимову. Он сразу заорал. Наташка, верни перстень. Я не стал с ним разговаривать, я ему написал. Хорошо, давай встретимся. Готовы отдать. Я почему, Ваша честь, и опоздал. Я встрял в пробки. Акимов сейчас ждет за дверью. Дружище, он готов все это выложить здесь. Как вы хорошо поговорили с ним, что он готов. Он, надеюсь, без синяков сейчас пришел? Да, да, Ваша честь, он же пойдет. Можно вызвать его, если есть такая возможность? Ну, давайте, посмотрите, пожалуйста, если господин Акимов сейчас в коридоре, мы приглашаем его в зал ходатайства истца. Ну, теперь-то все будет понятно. Вы свидетель Акимов. Пройдемте. Мы четыре года вместе в полу, мы с тобой живем в одной постели спим. А ты такое при людях говоришь. Ну, сейчас посмотрим. Здравствуйте, господин Акимов. Здравствуйте, Ваша честь. Вы хозяин потерявшегося кольца. Да, Ваша честь, я хочу сделать заявление. Обстоятельство, да, пожалуйста, заявление. Очень хорошо. Кольцо, которое вот они сейчас говорят, я никому не дарил. Стоимость его один миллион семьсот восемнадцать тысяч рублей. У меня бизнес сейчас прогорает, мне срочно нужны деньги. А вот эта компашка украла его. Я готов тебе написать расписку долговую, что верну тебе все деньги. Сашенька, а это семейный бюджет. Дорогая, помолчи, с тобой отдельно поговорим. Девчонку жалко, девчонку жалко. Говори. Саша, спасибо большое. Пожалуйста, свидетель, при каких обстоятельствах у вас пропало кольцо? Я отказываюсь говорить, пока они не вернут мне кольцо. Я сразу сказал, я ему сразу сказал, когда он меня сюда тащил, я пока кольцо не буду у него в руках, я ничего говорить не буду. Ладно, ладно. Я тебе полмит... Кольцо вот твое. Вот твое кольцо. Ах, вот где кольцо. Руки. Витя. Сначала, прежде чем кольцо, тебе это вернуть, Саша, кольцо мне-то не было нужно вообще. Я просто, Ваша честь, займите свое место. Ваша честь. Передайте, пожалуйста, кольцо сюда. Пожалуйста. Я кольцо сам нашел. Помолчи, сейчас я говорю. Именно его. Я просто кольцо это нашел, просто никому не сказал, подумал, ну может быть какая-то все-таки ошибка произошла. Не стал его пока отдавать никому. Может быть бы прояснилось, что Оля моя не виновата. Ну, может быть такое в жизни. Но потом, когда этот ко мне приперся, именно ко мне, про мою жену говорить, я понял, что все так и было. Пожалуйста, скажите, при каких обстоятельствах пропало у вас это кольцо? Хорошо. Раз кольцо будет у меня, я расскажу всю правду. Ваша честь, можно я выйду из зала? Я не хочу вот находиться рядом с этими-то идиотами. Нет, ну почему же? Вы свидетель по делу, вас пригласили. Нет, я не хочу больше находиться. Что такое? Что случилось? Почему вы хотите? А с тобой с гладранцем будем разговаривать в другом месте. Иди отсюда, пошла вон! Так, 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 пожалуйста. Пристав, аккуратненько с дверочкой, если можно. Спасибо. С вашей позвоночной, Ваша честь, я расскажу, как дело было делом. У нас был роман с Наташей. Я влюбился в нее без памяти. Наталья, это вот, которая вышла сейчас. Это с ней, да. Я влюбился в нее без памяти, жениться хотел, перстень подарил вот этот вот. Но потом понял ее сущность, бог милого, я понял, что ей нужны только мои деньги. Как только у меня с бизнесом начались проблемы, она начала сливаться. Я это увидел, попросил, чтобы она вернула мне мое кольцо. Сначала она меня просто динамио не отвечала на звонки, потом позвонила. Говорит, ой, муж нашел кольцо, ну, и я с испугу, чтобы, ну, не подставлять себя, сказал, что кольцо я подарил Ольге. То есть меня оболгал, как вы понимаете? Ну, я что делать? Я к этой семейке приезжаю, чтобы они мне вернули кольцо, требую, отдайте мне кольцо. Они говорят, оно потерялось. В общем, Наташа на тот момент думала, что кольцо у Оля и попросила меня, ну, пригрозить ей, что, типа, если не отдашь кольцо, я расскажу, что ты моя любовница. Короче, как ты был гнидой, так и остался, да? Ой, сам-то посмотри на себя. А что ему на себя смотреть? Жену не разобрался, что выгнал из дома. А у меня бизнес, у меня бизнес горит. Нет, нет, вы не по бизнесу, вы подарили любимой женщине кольцо. И когда вдруг она вас отвергла, вы сказали, верни мне все назад. Я увидел ее сущность, она только из-за денег со мной была. Естественно, я потребовал обратно. А поздно, надо сначала видеть сущность, а потом дарить кольца. А уж если вы подарили кольцо, то надо распрощаться с этим кольцом, сказать, как я разочарован, как я ошибся, и уйти красиво. А вы взяли и абсолютно невиновную женщину, подставили, разрушили другую семью. И сейчас говорите, это только бизнес. Вы не всегда можем увидеть сущность человека сразу. Ну, я понимаю, что можно... Хорошо, вы пытаетесь себя оправдать сейчас, но не важно. Дурак ты, Витя, так ничего и не понял. Ангел она у тебя. Пошел ты. Интерекция на все одно. Виктор Викторович, обхватите сейчас руками голову и скажите, Оля, дорогая, какой же я дурак, как же я перед тобой виноват, как же я поверил, когда тебя, святую мою девочку, солнышко, оболгали подлые люди. Прости ты меня. Вот какой текст должен быть сейчас у вас. Ваша честь, мы дома во всем сами разберемся. Да пойдет ли она с вами домой после этого? Я хотел бы иск отозвать, который... В общем, мы сами разберемся. Ваша честь, я прошу прощения, я очень прошу иск оставить. После всего этого, ты правду зная, даже вот именно... Мы дома разберемся. Судья говорит, ты даже прощения не просишь. Мы обо всем дома поговорим, хорошо? Никакого дома. Я с тобой домой никуда не пойду. Не надо, не надо, не надо. Пожалуйста. Не надо, не надо. прости. Не надо близко ты ко мне подходить. Я не хочу. Я не хочу с тобой общаться после этого всего. И дальше я буду это все терпеть. Не нужно мне, я тебя очень... Пожалуйста. Все. Нет. Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Оглашается определение. Слушай не дело о расторжении брака и о разделе супружеского имущества отложить. Назначить супругом срок для примирения 3 месяца. Суд откладывает слушание дела и предоставляет супругам срок для примирения 3 месяца, потому что истец просит срок для примирения. Если супруги не примирятся и истец по-прежнему будет настаивать на расторжении брака, то через три месяца брак будет расторгнут и рассмотрен по существу иск о разделе супружеского имущества. У меня к вам только, Ольга Петровна, если вы все-таки не захотите после такого простить своего супруга, то вы должны будете обратиться в суд в отдельном порядке. Определение суда вам понятно? Да. Судебное заседание является закрытым. Прошу всех встать. Ваша честь, на кольцо. Прошу всех встать.